сделал небольшой обзорчик китайской автоном очки 2 киловатта ся на лодке панелька такая электрическая вот она сейчас включена и вот сам пультик выставляется температурка состоит 18 градусов по факту уже 28 на мере ну да здесь под потолком внутри сейчас очень комфортно термометр тоже показывает 27 за бортом у нас из 22 и вот выход непосредственно самого отопителя здесь он поворотный поворачивается любом положении ну и в данном случае он дует сейчас куда-то сюда вот в салон то есть когда лежишь на диване так вот ты вот не ощущаешь того то что там жарит печка очень даже комфортно ну и вот сама автономка это китайская вебаста 2 киловаттная она очень маленькая по сравнению с 3 и 5 киловаттами она конечно поменьше диаметр труб у нее идет 60 миллиметров вот сделан здесь вход чтобы всегда лодка проветривала свежим воздухом я и на прошлый сидел и на это еще также сделал воздух для автономки берется не из общего салона не из каюты с улицы в данном случае это якорный рундук в него есть вход и с него подается воздух уже воздуховода в автономочку для разогрева ну и здесь сделан отвод это непосредственно воздух идет для самой горелки питания горелки воздухом этот узел 3d печатный сама напечатал снаружи он там прикрыт листом полиэтилена чтобы когда якорем будет биться его якорь не разбил потому что 3d печать якорь может расколоть здесь идет у нас выхлоп он около наверно там градусов 70 80 сейчас но не сильно горячий топорной трубки ничего не касается она холодная абсолютно полностью здесь подвешен у меня и выхлоп идет через борт наружу под самый верх спереди сноса в качестве выхлопного штуцера использован стандартный китайский который продается с алиэкспресса такой двойной но он снаружи холодный это у меня шланги идут туалетные это подача туалета это слив с туалета вот мне знакомый презентовал бак на 15 литров потому что штатная была на 10 ну и решил то что чем больше солярки тем лучше и реже заливать ее грыловиночка заливная стандартно обыкновенная яхтенная и к ней так вот я скалхозил ну или как правильно сказать такой переходник чтобы в этот бак заливалась сразу чтобы не ходить ничего не делать здесь мы видим у нас обратная сторона моя панель электрический шкафчик закрытый роутер раздает интернет ну и как бы вот все а ну и самое главное конечно это аккумулятор на 190 ампер часов который питает всю эту радость ну здесь туалетик электрический горюнчик такой небольшой купил самый маленький который есть чтобы хоть можно было на него сесться ну детям и девушкам самое то вот он такой манюсенький пользуется активно популярностью посетители лодки ну сейчас посмотрим что там снаружи как все это выглядит внутри сейчас очень комфортно тепло и сыр из всего гоняет заливная гровавина как я говорил стандартная яхтенная пластиковая и выход сейчас можно будет увидеть здесь он под самым бортом тихонечко себе так шумит температуру него можно потрогать борт гореть не будет это вот дыхальце для бака тоже 3d печать что-то в продаже не нашел не купил проще было напечатать водочка маленькая 21 фут стеклопластиковая французская модель называется прим вент с 21 сама водка называется элиза и купил же с такими мне не переименовывал ну к осень готова уже можно будет пользоваться каютой до самой самой зимы